Здравствуйте, я Сомарёв Роман Станиславович, это курс языки интернет-программирования. Сегодня мы рассмотрим 11-ю лекцию, посвященную языкам запросов и преобразования XML. Кроме того, в рамках этой лекции мы рассмотрим технологии, связанные с XML, языки запросов XPath, XQuery и немного коснемся XML с UBD. Прежде всего, следует отметить, что такое XML. Об XML я уже говорил ранее, лекции, посвященные форматам обмена, но здесь я лишний раз упомяну о том, что XML — это текстовый формат. И если мы говорим о том, что с XML надо работать руками, для этого существует большое количество средств различных редакторов XML. Строго говоря, XML как технология сейчас относится уже к несколько устаревшему технологии. Но XML — это то, что лежит в основе современного интернета. И если, опять же, говорить откровенно, то 20 лет назад на XML возлагались очень серьезные надежды. XML рассматривался как основной формат для описания, с одной стороны, машиночитаемой строгой форме описания данных, с другой стороны, это человека читаемая форма. То есть удобная для восприятия человека форма представления данных. И поэтому для работы с XML было разработано большое количество различных текстовых редакторов. Среди них можно указать XML Spy — это один из самых старых XML-редакторов, разработанных для операционной системы Windows. Из открытых, доступных, свободных редакторов, естественно, можно выделить Eclipse, с соответствующим расширением, Excel Development Tools, Atom, ну и большое количество прочих редакторов, сравнение которых вы можете смотреть по приведенной ссылке. Кроме того, опять же, порядка 10-15 лет назад была популярная идея об XML-субэдэ. То есть идея заключается в том, чтобы хранить и искать, оперировать данными, которые хранятся внутри XML-документов непосредственно, без их раскладывания в революционные таблицы. Из XML-субэдэ на сейчас можно выделить BaseX, Exist, Oracle, Berkeley XML. Ну и последнее в этом списке — это Sedna XML-субэдэ, которая была разработана Конститутом системного программирования RAN. Но в настоящее время она не очень активно развивается. Говоря об XML-технологиях, следует упомянуть большое количество аббревиатур. XML, XSL, XSLT, XPath, Xperry, XLS4, XSLT и прочие аббревиатуры, количество которых очень большое. Дело в том, что если мы говорим об XML как о технологиях в целом, это большое количество различных элементов, которые образуют как раз-таки эти технологии, эти средства, которые были разработаны уже более чем 15 лет назад. Говоря об XSL, следует отметить, что это Extensible Stileship Language. То есть это что такое? Это, собственно, язык преобразования документов, XSLT. Это различные готовые языки типа XSL, FO, то есть подготовленные таблицы преобразования, подготовленные языки преобразования, то есть уже приспособленные для того, чтобы ими пользоваться непосредственно для разметки типографских макетов. В частности, язык путевых запросов типа XPA, который нужен для манипулирования узлами. Говоря об XML, опять же, следует отметить, что XML был как язык популярен как формат. Примерно 13 лет назад. На него возлагались очень большие надежды на то, что все документы будут храниться в этом обменном формате. Но в дальнейшем обнаружили, что вообще-то язык XML достаточно тяжеловесен. На XML в технологиях было наделано очень большое количество различных конкретных файлов, тех средств, которые использует XML в качестве вспомогательного описания чего-либо, просто потому что на нем удобно хранить схему, и язык XML предоставляет возможность автоматической валидации. То есть, если у нас есть схема, мы можем автоматически проверять, корректен ли этот документ XML. В отличие, например, формата JSON, в котором у нас нет автоматической схемы проверки. То есть, формат JSON у нас не имеет схемы. То есть, говоря о будущем XML, сложно сказать сейчас, насколько он будет востребован в ближайшие 10-20 лет. У нас сейчас имеется большое количество средств, имеется большое количество протоколов, где XML необходим. И именно поэтому мы говорим о языке XML в рамках курса «Языки интернет-программирования». Следующий компонент XML-технологии — это язык XPath. XPath — это, прежде всего, язык путевых запросов, и нужен он нам для того, чтобы находить определенные узлы в древовидной структуре. Структура документа XML — древовидная, что достаточно очевидно. То есть, каждый следующий элемент может быть вложен в предыдущий. Такую же точно древовидную структуру имеет формат JSON. То есть, по большому счету, язык XPath в данной лекции следует рассматривать не только как язык конкретного обращения к конкретным элементам документа XML, но и как некий универсальный язык путевых запросов, который может быть использован для любой древовидной структуры данных. Сам по себе, XPath разработан в 1999 году в первой версии, в 2010 году была принята спецификация XPath 2.0, ну и версия XPath 3.0 уже в 2014 год. На сегодня мы будем говорить прежде всего о языке XPath 1.0, как о базовом языке путевых запросов, просто потому, что в дальнейшем XPath включался в другие технологии, совмещался с XQuery, и проще на данный момент нас интересует именно язык путевых запросов как таковой. По сути, XPath представляет собой набор синтаксических правил для адресации определенных частей XML-документов, и главной его задачей найти нужный фрагмент. Фрагментом XML-документа является либо элемент, либо атрибут, либо прочие текстовые данные, которые хранятся внутри этого документа. И для проверки можно использовать, естественно, какие-либо XPath-движки, которые позволяют находить элементы, например, реализованные в рамках Ruby и Nkagiri, либо мы воспользуемся на сегодня одним из онлайн-средств проверки. Для демонстрации мы будем использовать методическое пособие, которое приготовлено коллегами соседней кафедры ИУ-5. Это методичка введения XML-технологии Ревункова и Луганюка. Воспользуемся вот таким примером. Пример XML-документа. Этот документ является корректным. Единственное допущение, единственный отход от рекомендации XML, которые они сделали, они использовали заглавные буквы для названия элементов. То есть, по большому счету, сделали они это для того, чтобы было легко идентифицировать элементы, отличать их от атрибутов. Поэтому на данный момент считаем, что этот документ корректен. Документ имеет только один корневой элемент А. Внутрь него вложены все прочие элементы. Есть дополнительный уровень вложения, например, элемент Е, внутри которого входят элементы B и G. Также элементы NAB, внутри которого входит NAB, NAB, то есть число и конкретное число с уникальными идентификаторами 1, 2, 3. И значениями как текстами. Именно на этом примере мы сейчас будем смотреть, как работает язык XPath. Прежде всего, говоря о путевых запросах, следует отметить простейший вид. Это слэш. Язык путевых запросов имеет сходную схему с адресацией URI, URI, URI и в том числе навигация в путях, в файловых системах Unix. Для того, чтобы найти корневой элемент, мы должны сделать запрос следующего вида. Мы воспользуемся одним из сайтов. Документ, который мы ищем слева. Документ XPath запроса, который мы подаем, находится справа. Будем, например, задавать вот в таком формате. Мы имеем возможность посмотреть выдачу в разных форматах. Либо полный формат, либо конкретные узлы, либо в таком виде форматированные типы тех узлов, которые мы получаем. Если мы делаем запрос корня, что мы получаем? Естественно, мы получаем корневой узел. Результатом выполнения языка XPath является узел. Что такое узел в этой терминологии? Узел терминологии модели документов, только модул. Это значит, что мы имеем возможность обратиться непосредственно к этому узлу, и мы имеем возможность обратиться ко всем тем вложенным элементам, которые входят в состав этого узла, вложенным в него как children, как child элементы. То есть, если мы получаем что-то в качестве запроса, это означает, что мы находим не только один элемент, но мы в том числе имеем возможность найти все то, что находится в ней. Корневой элемент у нас элемент A. Если мы запросим найти нам элемент A, мы также найдем этот самый элемент A и все, что вложено в него. Если мы запросим, сделаем запрос вот такого вида, то есть slash A, мы говорим найти нам элемент A, вложенный в корневой. И мы опять получаем то же самое, что у нас выдавалось просто A и просто корневой элемент. Теперь сделаем более сложный запрос. Запросим элементы B, вложенные в элемент A. То есть, запрос выглядит следующим образом. A slash B. Значит, результатом у нас являются элементы B. Обратите внимание, разница. В первом случае мы находили весь документ целиком, и, соответственно, все элементы, которые были вложены в него, в случае A slash B, мы находим элементы B, которые посвечены, либо в списке элементов найденных мы имеем B. Это значит, что теперь мы имеем возможность обработать этот список из элементов, который содержит все B, вложенные непосредственно в A. Если мы посмотрим на исходный документ, мы видим, что из элементов B, которые соответствуют этому критерию, у нас впадают только элементы, которые имеют прибут B1, и элементы, которые имеют прибут B, равные B3. Вот они. Два элемента. Запрос, который содержит два слэша, означает найти нам все элементы B, независимо от уровня вложенности. Значит, в этом случае мы найдем все элементы B, включая элемент B, который не вложен непосредственно в A, а входит в него через элемент E. Вот он. Этот элемент мы можем видеть здесь. Если мы хотим найти все те элементы, которые вложены в A на первом уровне входного вложения, мы сделаем вот такой запрос, и мы видим, что в элемент A непосредственно вложены элементы B, B1, C, A1, E, E1, B, B3, а также элемент NABAS. И по каждому из них мы можем пройтись отдельно. То есть мы получаем результаты выполнения запроса EXPO, массив элементов, и далее мы можем обрабатывать эти элементы, как непосредственно элементы, полученные здесь, так и пройдясь по элементам CHILDREN, то есть по всем их потомкам, тем элементам, которые вложены внутрь них. Это касается элемента E, и это касается элемента NABAS. Здесь предупреждаю о опасности прохода. Если мы рассматриваем модель дополнительных модул, мы имеем возможность пройтись по всем потомкам. А это значит, что результатом запроса мы сейчас можем извлечь, к примеру, все элементы таким образом. То есть еще один вариант запроса. Найти все элементы, которые вложены внутрь A, независимо от уровня вложения. Мы получили элементы B, B1, C, A1, E. С этими элементами все в порядке. А вот элемент B с A2 вложен у нас внутрь E. Это значит, что если мы попытаемся пройти рекурсивное, к примеру, содержимое элемента CHILDREN через элемент E, то мы получим все те же элементы, которые у нас вложены как в сам элемент E, так и те элементы, которые мы получили этим запросом. Именно поэтому, когда вы делаете запросы на языке XPAD, надо крайне аккуратно понимать, обрабатывать те результаты, которые вы получили. То есть если неаккуратно обработать этот массив, и если вы ожидаете, что вы получите рекурсивно вложенные элементы, в данном случае вы можете получить не то, что хотите, вы получите многократный проход по одним и тем же элементам, которые вложены друг в друг. В данном случае два раза, если бы была еще одна иерархия, то для некоторых элементов вы могли бы получить троекратный, четырехкратный, пятикратный проход по одним и тем же элементам. То есть помните о том, что результатом XPAD запроса является массив тех элементов, которые удовлетворяют запросы XPAD, но в то же время вы можете каждый из этих элементов обработать как узел, как узел модели домов. Более сложный запрос. Мы можем найти, к примеру, элементы B, которые строго вложены в элемент E, вложены в элемент A. И в этом случае выглядит это следующим образом. Мы найдем только один элемент. То есть только один элемент B у нас вложен внутрь E, вложен внутрь A. Вариант с комбинацией. Найди мне все элементы B, которые вложены в A, либо найди мне все элементы C. Итог. Мы нашли те узлы, которые соответствуют, которые удовлетворяют этому запросу. То есть B непосредственно вложены в A и C непосредственно вложены в A. Нашли мы их здесь последовательно, как они встречаются в документе. То есть не так, как они были написаны в запросе, а последовательно по мере встречаемости в элементе, в исходном документе. Запрос типа найти все элементы, которые вложены в A на любой уровне вложности, достаточно простой. Мы его проигнорируем. Следующий, гораздо более интересный запрос. Запрос, который меняет вид, меняет то, что возвращает результат запроса экспо. В данном случае мы запрашиваем, вернее, все атрибуты, атрибуты B, которые находятся внутри элемента B. То есть элементы B вложены где угодно. Проверяем. B первый, B второй, B третий. Мы таким образом не нашли. Почему? Потому что атрибут у него A. То есть если бы здесь у нас был B, если мы его изменим, то мы его должны... Так, я не поменял ни то, что надо, я поменял значение вместо самого имени атрибута. Мы его тут же нашли. То есть пока верну обратно. Ну и, соответственно, сейчас у нас только два элемента B, имеющие атрибут B. То есть здесь мы видим, что как только мы запросили вернуть нам список атрибутов, теперь мы получаем не узлы, а атрибуты. Ну и у нас есть возможность запросить все атрибуты всех элементов, которые включаются в этом документе. То есть мы получили полную распечатку всех значений, всех атрибутов, в том числе и если их будет несколько. Возможность фильтрации через указание индекса, то есть если мы получаем результатом запроса несколько элементов, мы можем сказать вернуть нам только первый или только второй. Здесь есть одна большая тонкость. Дело все в том, что в разных реализациях XPath интерпретатора, то есть того средства, которое выполняет, собственно, язык XPath, нумерация может быть либо с нуля, либо с единицей. Здесь нам нужно к этому крайне аккуратно относиться и нам всегда проверять, чем вы пользуетесь для того, чтобы выполнить XPath запрос. То есть здесь мы видим, что нумерация конкретно в этой реализации XPath начинается с единицы. В большинстве случаев она начинается с единицы. В том случае, если вам нужно запросить последний элемент, удобно пользоваться специальной функцией, которая называется last. То есть не надо точно знать, сколько элементов, мы просто можем запросить последний. Мы можем делать сложные комбинации, типа такой. То есть найди нам элементы А, такие, что имеют вложенные B, либо C и E. Если у нас элемента Е, например, здесь не будет, а он будет называться, допустим, Е1, чтобы не исправлять много, то у нас не будет найдено ничего, потому что результат запроса, наш запрос содержит условие, найди нам те элементы, которые, найдите все элементы А, которые содержат B, либо C, и обязательно элемент Е. Возвращаю обратно. То есть элемент Е, и мы опять можем найти эти элементы А. Мы можем воспользоваться отрицанием. То есть элемента Z у нас здесь нет, но если мы запросим не элемент Е, то мы ничего не найдем, потому что элемент Е у нас здесь присутствует. Мы вернем обратно, элемент, который не существует. У нас его нет. Мы можем указывать строковые фразы, то есть найти нам такие элементы, которые содержат вложенный текст. Например, найди нам элементы B, не имеющие вложение STR. Если мы напишем B1, так, B не равно B1. то мы все равно находим такой элемент, потому что у нас есть B3. Ну хорошо, исправим B3. И теперь мы ничего не можем найти, потому что единственный оставшийся элемент B содержит текст B1. Rhythm. Проверяем. мы можем найти. То же самое мы можем задать в части поиска, ну, например, элементов B, имеющие значение атрибутора B, как B1. B2 ничего не нашли. B3 нашли очередной элемент B3. Если нас интересует найти нам элементы, которые содержат C, то есть атрибуты C, текст, точнее, C, содержащий C1, мы можем делать и такой запрос. C2 у нас нет, C1. То есть запрос найти нам элементы C, которые находятся на любом уровне вложности, при этом текст внутри C равен C1. Текст внутри C равен C1. Более сложный запрос, то есть комбинация. Найти такие элементы, найти элементы C, которые находятся внутри A, далее, вложенные внутри E на любом уровне вложности, причем у E должен быть атрибут E, E1 и должен быть B с текстом B2. То, что мы здесь имеем, то есть B с текстом B2, E с атрибутом E1. Нашли элемент G. Кроме того, мы можем запросить с указанием количества, то есть найди нам элементы набора, у которых идентификатор меньше двух и больше двух. То есть найти все то, что не включает E2. Ну мы видим, здесь у нас двойка не попала, элементы с идентификаторами 1 и 2, 1 и 3 у нас попали в эту выборку. Ну и в таком виде мы их видим подсвечеными. То есть условия на то, что определенные значения атрибута у нас может быть логически сравниваться с каким-то числовым значением. Не только на равенство строки, но в том числе на числовые операции, числовые логические операции. Либо еще один вариант. Извлечь весь текст, который находится внутри элементов. Что мы здесь получили? Мы получили абсолютно весь текст, включая пробелы и переводы строк, потому что если мы делаем такой запрос, напоминаю, по модели Document Object Model есть схема разбора. Традиционный вариант JavaScript это Child Note. Child Note, то есть узел, который содержит в себе все те данные, которые могут быть в исходной разметке. В исходной разметке у нас есть не только элементы, у нас есть еще и дополнительные символы, эти переводы строк и пробелы, которые находятся между ними. Потому что по модели разбора мы должны иметь возможность установить документ в исходном виде без потери, в том числе и текстовой его части. Именно поэтому мы видим в качестве результата запроса текст 1, 3, 5, 6 это те самые строковые части, которые у нас находятся между элементами. Элемент B содержит B1, но зато элемент E, элемент A содержит в том числе и текстовые строковые части. Из дополнительных функций, которые нам доступны для XPath, у нас есть текст, у нас есть нот, то есть получить любой узел, который не является атрибутом или корневым элементом. Абсолютно любой узел. Мы можем также извлекать комментарии, потому что комментарии являются частью исходной разметки комментарии, как формат. Ну, допустим, скомментирую одну из строк. То есть, несмотря на то, что теперь этот узел не является значимым, он является комментарием. И мы также имеем возможность извлечь эти комментарии через XPath запрос. И также мы можем извлекать прочие инструкции по обработке. Рассмотренные нами примеры это самые общие примеры выборки данных. Следующий пункт, говоря об XPath, нам следует рассмотреть оси выборки. Что такое оси выборки? Простейшие варианты мы уже рассмотрели. Оси выборки это направление выборки элементов. И традиционный вариант это слэш, два слэша, то есть иерархия, то есть направление, куда мы рассматриваем, слэш, мы хотим рассмотреть элемент, который вложен в текущий. Два слэша это любой уровень вложности от текущих элементов. Точка, текущий элемент, две точки, абсолютно так же точно, как и в Unix File System, подняться на уровень директории выше. Но дело все в том, что эти рассмотренные формы, а также это коммерческая символ собака, то есть выборка по текущим осям это сокращенная форма. Полная форма выглядит в строковом виде. То есть для точки это Self, Child, вложенный один элемент, Descender, любой нисходящий элемент, две точки наверх, ну, очевидно, это предок, то есть Parent, ну и есть другие оси выводки, которые удобно использовать в том случае, если нам нужно взять текущий узел, все потомки, всех предков, всех предков сразу, то есть аналогия с вот этим элементом, с этим направлением, но не вниз, а вверх, по дереву разбора. все элементы после текущего, то есть братья и сестры или Сиблин, ну, предшествующие подшину, не знаю, те элементы, которые идут потом, после текущего элемента, атрибуты, ну, или все узлы постанства умения. То есть, говоря о осях выборки, запрос вот такого вида, то есть извлечь все элементы А, все элементы, которые вложены внутри А на любом уровне вложности, они могут быть переписаны в полной форме, как вот такой запрос. То есть, Rescan, то есть это разнозначно вот такому короткому запросу. Но если мы хотим более сложный вариант, например, извлечь все элементы, которые находятся ниже, либо текущий элемент, мы должны уже пользоваться такими осями. То есть, одним запросом мы получили не только А, как узел, мы получили элементы, которые входят в него, причем здесь и на любом уровне вложности. Ну, или вот такой запрос, то есть найти нам элементы Е, а также все предшествующие братья и сестры, то есть элементы, которые находятся на том же уровне вложности. предшествующие для него, вот он элемент Е, мы видим, что перед ним находятся на том же уровне вложности элементы С и В, ну, и мы, естественно, видим их результатом выполнения запроса. Ну, и в полном виде, вот он элемент подсвечен. Также видим, что элемент В, Е, и это то, что находится перед ним, действительно является предшествующими братьями и сестрами. Кроме того, в X-Path нам доступны булевые функции, то есть мы можем выполнять определенные аналогические операции. Мы можем взять, выполнить числовые операции, то есть посчитать количество, мы можем посчитать сумму элементов, мы можем выполнять определенные строковые операции, типа склейки строк, типа поиск, например, вхождения, то есть проверить, начинается ли у нас определенная строка на данное сочетание строк. Для чего мы это можем использовать, мы можем это использовать для конструирования условий на выборку определенных узлов. Кроме того, у нас есть функции множества узлов, типа Last, типа Not Set, ID и прочее. Полный набор зависит от той реализации XPath, которую вы используете. Язык XPath2 несколько отличается от XPath1. Дело в том, что это язык выражений для обработки последовательности со встроенной поддержкой XML-документов, он является уже под множеством XPath1.0 и он существует совместно с XPath1.0. Следующий язык, который мы должны рассмотреть, это язык XPath. Чем принципиальный язык XPath отличается от XPath? Если XPath – это язык путевых запросов, то XPath – это язык для обработки данных в формате XML. То есть язык XPath в версии 2.0 включается в состав XPath, но самый XPath не предназначен для обработки данных в формате XML, он предназначен для выборки узлов либо атрибутов из XML. В то же время XQuery уже предназначен для непосредственной обработки XML. Рассмотрим вот такой документ. У нас есть XML-документ. Допустим, что мы здесь видим? Мы видим библиографию, элемент BIP, внутри которого вложены элементы BOOK. Каждый BOOK имеет элемент Title, Author и Publisher, то есть заголовок, автор и издательство, которое опубликовало. Теперь мы хотим каким-то образом преобразовать этот документ. Мы видим, что у нас есть в данном случае три книги, три заголовка, три автора. Во всех случаях у нас, в общем, мы видим здесь разные комбинации. Павльша в первом и втором случае есть, а в третьем нет. И в третьем случае у нас несколько авторов. Теперь мы хотим перепаковать. Хотим это перепаковать, например, в следующий вид. То есть мы хотим итоговым документом получить XML-документ, который содержит список авторов. Здесь мы имели список книг, теперь мы хотим получить список авторов. Для этого нам, очевидно, надо перепаковать таким образом, чтобы в рамках одной записи автора мы имели возможность показать все книги, которые этим автором написаны. Ну и что получается? Что структура документа должна быть полностью переработана. Как это сделать? Мы можем при помощи XQuery написать запрос, подобный этому. Что делает этот запрос? Здесь мы видим, что в запросе содержится уже смесь между инструкциями нового языка, то есть язык XQuery, и теми элементами, которые должны пойти в результат. Например, author of list, то есть author of list. В данном случае у нас записан как статический элемент, который не является частью языка XQuery, но этот элемент будет один в один перенесен в результирующую линию. То есть схема шаблона. XQuery по сути представляет шаблон, содержащий инструкции для обработки и те строки, которые пойдут в результирующий выход. Что дальше здесь написано? Вставка непосредственно к квери запроса. Теперь для всех различных значений, почему мы говорим о том, что XPAD является под множеством, не под множеством, а частью XQuery? Да потому что для того, чтобы указать, к какому элементу обратиться, XQuery использует XPAD. И в данном случае различные значения, то есть дистинквалюс, у нас обозначены для запроса на XPAD, результатом которого будет массив элементов, удовлетворяющих данному условию. А здесь запрос содержит найти мне всех авторов, которые вложены в книгу, в элемент Book, внутри библиографии. То есть для всех неповторяющихся авторов отсортировать по фамилии автора и вернуть запись, состоящую из автора, книга, имя автора, имя автора, потому что мы делаем выборку по запросу по элементу автор, соответственно, а у нас здесь будет содержать имя этого автора. И книги мы можем извлечь дополнительным запросом. Запрос выглядит как извлечь все книги, у которых автор равен текущему значению, получить переменную B, отсортировать заголовки по алфавиту и вернуть это значение B внутрь элемента Book, как элемент. Book элемент закрыт, элемент автор закрыт, и в цикле мы будем генерировать всех авторов. То есть в итоге мы получаем вот такой документ. Еще раз. Исходный документ содержал книги, заголовки и авторы. Запрос, который мы делали вот на этом этапе, извлечь всех авторов, вложенных в книги, то есть книга, автор, текст автора. И на втором этапе мы извлекали уже все книги, у которых автор был указан как задан. То есть мы получили вот такой документ. Итак, мы можем видеть, что xQuery это тот самый язык, который позволяет уже преобразовать один исходный документ, xml документ, в некий целевой xml документ. То есть это не только поиск определенных узлов, это полноценный язык преобразования xml документов. Но дело все в том, что говоря об xml технологиях, это не единственный язык запросов. Следующая технология преобразования документов называется XLT, то есть Extensible Style Sheet Language Transformation. Первая версия была предложена в 99-м году. Естественно, координирует всю работу, связанную с xml и с xml технологиями и консорцией WL3C. В рамках XSL в 2007 году была вторая версия. И, по-моему, на данный момент работы заморожены и сильно приостановлены. Опять же, это в силу того, что технологии xml сначала активно развивались, и развивались они в конце 90-х, середине 2000-х годов. Большое количество различных коммерческих предприятий начали использовать эти технологии, и до сих пор очень легко найти в крупных банках, которые внедрили гиперинформационные системы в середине 2000-х годов. Но на данный момент существует множество конкурирующих технологий, и поэтому развивать то, что уже было сделано, ну, пока непонятно куда. Хотя вполне возможно, что еще через 10 лет произойдет очередное повторное использование тех технологий и, в общем-то, ренессанс тех технологий, которые были разработаны 10 лет назад и 10-20 лет назад. Говоря об XSLFO, это одна из этих технологий, которые позволяют донидировать PDF, O-скрипты, текстовые документы в формате RTF, в том числе картинки PNG. То есть это подготовка печатных документов из документов, которые сделаны в разминке XML. Если документы сделаны в соответствующей разметке, которая предписана для формата XSLFO, мы можем их легко конвертировать, например, в PDF-ку и какие-то прочее. Почему этот формат появился? Ну, потому что XML, напоминаю, что вышел из драматики SGML. SGML когда-то позиционировался как универсальные языки-разметки, которые можно использовать для разминки чего угодно, и в первую очередь документов и книг. Здесь рекомендую почитать документы, которые, скажем, статьи, которые опубликованы компанией IBM, просто для того, чтобы знать о том, что такие технологии были и, в общем-то, в какой-то степени они используются до сих пор. Зачем нам нужны эти технологии в рамках курса интернет-программирования? Напоминаю, что базовая грамматика для всех языков разметки, которые используются на Клейнской стране, это языки, производные от SGML. Говоря о первых версиях HTML, мы говорили о непосредственном производном языке SGML. Но сейчас все языки HTML являются производными от XML. Вообще-то, строго говоря, это XHTML, и HTML5 — это ничто что-то иное, как язык разметки, который создан на базе мета-языка XML. То есть то, о чем мы сейчас говорим, находится с правой стороны. Момент, когда развивались XML-технологии. Вообще-то, еще не был развит язык JavaScript. То есть язык JavaScript пока на тот момент развивался. Ну, напоминаю, что версия, когда появился XSL, в 99-й год. JavaScript на тот момент был, но поддерживался он слишком и всеми браузерами, и он находился в состоянии развития. То есть не было известно, куда он будет дальше развиваться. В чем была проблема HTML? HTML имеет жесткую схему данных. То есть если мы говорим о хранении производных данных в составе HTML, мы не можем это делать. Мы можем использовать только те элементы разметки HTML, которые заложены рекомендациями. Если мы говорим об XHTML, с одной стороны, язык является действительно уже производным от XML, он создан на базе XML. Но вся проблема в том, что он в этом смысле сходный с языком HTML. Более строгая разметка, но она также является жесткой. Она задана схемой XHTML. Содержимое в этом случае, что в одном, что в другом случае, это HTML, не документы. Схема решения. И, в общем-то, это жесткая заданная структура. Что в одном, что в другом случае. Если мы хотим отобразить это на браузере, то и в одном, и в другом случае мы пользуемся стилями CSS. Зачем нужен XML как таковой в этом случае? Если мы хотим иметь возможность по-разному отображать одни и те же XML-данные. То есть в случае чистого XML мы имеем документальные финишные схемы или XML-схемы, которые могут быть изменены под требования конкретного заказчика. То есть мы имеем данные специфичные для каждого конкретного случая, но представление мы можем построить при помощи технологии преобразования XML. То есть это правая ветвь, наиболее гибкая ветвь преобразования исходных документов. Данные передаются как данные, они могут меняться. Они могут меняться в зависимости от запроса, в зависимости от заказчика. XML-документ всего лишь контейнер данных, соответствующий конкретно использованию в данный момент схемы. То есть не так, как было в случае XML или HTML. Схема в случае XML может быть построена, может быть изменена в любой момент времени. Единственное, что нам нужно в этом случае, нам нужно иметь правильную схему преобразования этих данных для браузера. То есть именно поэтому эта технология рассматривалась как некую универсальную технологию, которая может быть использована, когда у нас отсутствует какой-либо язык динамического программирования типа JavaScript. То есть в таком виде технология до нас, конечно же, дожила и поддерживается большинством браузеров, но проблема вся в том, что в силу того, что сейчас язык JavaScript очень и очень широко используется, она используется крайне редко. То есть проблема вся в том, что JavaScript по сути вытеснил и сделал скорее ненужным использование этой технологии в большинстве случаев. Хотя в то же время надо помнить о том, что такая возможность есть, и иногда она может быть все полезна. Она может быть полезна в тех случаях, когда у нас нет движка JavaScript. То есть мы хотим передавать данные для преобразования тому средству или тому сервису, который не имеет никакой какой-то из причин. Рассмотрим пример преобразования XML следующего вида. То есть у нас есть некий документ, который представляет собой каталог, каталог компакт-дисков примерно из того же времени, то есть примерно начало 2000-х годов. Есть компакт-диски с описанием, и мы хотим сделать так, чтобы можно было это отобразить. То есть проблема с XML заключается в следующем. Мы имеем XML, действительно она у нас есть, но это, конечно, все хорошо, только что дальше с ней делать? Проблема в том, что браузер не может ее отобразить. Если мы рассмотрим браузер... Так, одна секунда. Нам нужны деться, нам нужны примеры. Значит, среди примеров мы можем посмотреть... как выглядит документ как таковой. То есть возьмем документ исходный. Исходный документ. То есть если мы пытаемся открыть этот документ внутри браузера, мы видим, что он отображается как документ XML, но браузер понятия не имеет, что делать с этими элементами. То есть он не знает, что такое элемент каталог, он не знает, что такое сети, для браузера это непонятная тематика. Смысл этих элементов он не знает. Для того, чтобы отобразить в каком-то понятном виде, мы должны воспользоваться схемой преобразования. Если мы откроем документ, демонстрируя, открываем исходный код страницы, исходный код страницы содержит тот же самый элемент, те же самые элементы разминки XML. Но разница здесь от того документа XML, который я открывал ранее, заключается в том, что вставлена инструкция. Вставлена инструкция XSLT, которая говорит, как надо преобразовать документ. И мы видим, что несмотря на то, что текст самого документа это XML, браузер в этом случае приобрел возможность отобразить это в читаемой форме. То есть почему это произошло? Это потому, что сейчас браузер имеет схему трансляции в ту семантику, которую он понимает. То есть если мы откроем инспектор элементов, то мы можем видеть, что эти элементы здесь представлены совсем не в том виде, как они представлены в исходном XML-документе. Браузер выполнил преобразование и построил страницу, семантику которой он уже знает. Теперь как это сделано? Для того, чтобы преобразовать такой документ в документ, имеющий структуру, почему он здесь так некрасиво отображен, да потому что при написании соответствующей схемы трансформации не были использованы вот здесь показан тот вид, который получит браузер непосредственно. Но с другой стороны, браузер умеет интерпретировать элементы типа table, table.row, table.hide и соответствующим образом показывает это уже без проблем с форматированием исходного текста. Теперь как написать преобразование? xsl-преобразование это тоже XML-документ. То есть и здесь мы можем видеть примеры этого xsl. Естественно, раз это XML-документ, то начинается он с инструкции XML. Кроме того, мы должны указать, в каком пространстве имен мы работаем. Пространство имен xsl-transform, xml-namespace. Зачем это? У нас есть соответствующие инструкции, которые отличаются от прочих инструкций XML. То есть xsl-двоеточие находится в пространстве имен, которые здесь указаны. То есть это пространство имен для элементов преобразования. И для каждого из элементов инструкции XML, xsl, мы пишем имя этого элемента как xsl-двоеточие. Что такое xsl-темплей? Это шаблон выборки элементов. Матч, критерий соответствия. Этот критерий соответствия в данном случае пишется на языке запросов xpath. То есть опять, мы только что рассмотрели язык путевых запросов, язык, который позволяет идентифицировать определенные узлы. Мы рассмотрели применимость его для xquery. И сейчас мы видим, что тот же самый язык xpath, язык путевых запросов используется для идентификации элементов в шаблоне. Далее. Что мы здесь можем видеть? Мы можем видеть разметку HTML. То есть та разметка, которая будет сгенерирована результатом работы преобразования. После того, как мы попали в шаблон, который соответствует данному запросу, текст, который мы здесь написали, будет выводиться без изменений. Title. Артист. Исполнитель в данном случае. Следующая вставка инструкции XSL – это цикл. Цикл, который проходит по всем элементам CD, которые находятся внутри элемента каталога. Напоминаю, исходный XML-допумент. То есть каталог компакт-диски. Для каждого из этих элементов мы делаем запрос. Значение элемента select. Контекст, для которого мы делаем select, то есть выборку этого запроса, это тоже запрос экспорт, но мы уже находимся внутри одного из элементов CD. То есть после того, как мы провалились внутрь выбранного элемента, мы находимся в его контексте. И в его контексте, внутри элемента CD, мы можем выбрать элементы, которые здесь представлены. То есть именно поэтому путевой запрос для них не содержит никаких дополнительных слэшей, никаких точек. Мы и так уже находимся внутри элемента CD. Ну и дальше мы просто достраиваем целевую HTML-дисную страницу. И в итоге мы получаем такую красивую, условно, красивую по состоянию на конец 90-х годов страницу. То есть, естественно, если мы говорим о современном дизайне, то здесь уже следует как минимум разукрасить эту таблицу стилями. Итого, что содержит XSL? Естественно, инструкция, потому что XSL это XML-документ. Естественно, вставка, включение пространства имен для инструкции XSL. И, естественно, она содержит шаблоны, в которых есть критерии для выборки по запросу. Теги, которые не содержат инструкции, которые не содержат префикс XSL двоеточие, они выводятся в результат без каких-либо изменений. Теги, которые содержат префикс XSL двоеточие, это специнструкции. И, соответственно, они интерпретируются так, как принято в интерпретаторе XSL. Forage это цикл для всех элементов, которые получены результатом в выборке по экспат-запросу. Value of select для конкретного элемента. То есть, взять значение внутри текущего элемента. Это тот текст, который вставлен внутрь элемента, в данном случае title. Порядок элементов во входном документе не влияет на результат преобразования. То есть, что это такое? У нас в результирующем шаблоне жестко задано, что первая колонка — это элементы title, вторая колонка — это элементы artist. То есть, эта схема называется шаблоном с жестко заданной структурой. Ну, и еще раз. У нас все компакт-диски асформативовались. У нас все компакт-диски асформативовались. Первая колонка содержит исключительно заголовок, а вторая — исполнитель. Но мы видим, что исходный документ у нас содержал в перемешку, мог содержать, точнее, в перемешку, любой последовательности. Title, artist, пытаясь найти, здесь нет, но хорошо. Значит, придется поверить на слово, что как бы мы не переставили эти элементы, они не будут влиять на результат, потому что мы используем схему с жестко заданным шаблоном, потому что первым у нас должны быть выведены элементы title, вторым — элементы artist. Второй пример для преобразования — это пример, который содержит описание языков и технологий. то есть некие языки, язык, допустим, язык HTML, дата появления и возраст технологии. Так, ну, в пример мы видим, когда готовится этот пример, если в данном случае уже как минимум не соответствует на 9 лет. Ну, хорошо. Это в данном случае не встудяно сложно. Мы видим, что у нас внутри language у нас вложены элементы имя, год, возраст, технологии, причем эти элементы чередуются. То есть в одном случае у нас имя, год, возраст, в другом случае год, возраст, имя, имя, год, возраст. Значит, теперь мы хотим получить документ типа вот этого. То есть мы имеем исходные отображения, эээ, исходные XML-документы, мы хотим, чтобы браузер отобразил этот дarian документ вот таким образом. То есть как это сделать? Откроем наши примеры. Ну, и посмотрим. Теперь мы хотим получить там документ типа вот этого. Значит, исходный документ. Мы видим вот здесь, результат мы получили вот такой. Вопрос, как сделано? То есть видим, что, грубо говоря, у нас браузер не имеет возможности опрообразить этот документ, потому что он не понимает смысл этих элементов. То есть смысл элементов появляется только тогда, когда появляется схема преобразования. Схема преобразования в данном случае будет с шаблоном без жестко заданной структуры. Именно поэтому вы можете видеть, что у нас чередуются наименования. Name, E, Cold. Видим, Name, E, Cold. Но следующий шаблон. Порядок их изменен. То есть порядок в точности соответствует тому порядку, порядку данных, которые встречались у нас в исходном документе. Это шаблон без жестко заданной структуры. Шаблон выглядит следующим образом. Шаблон содержит вставки template, то есть частные шаблоны, которые указывают тот критерий, который должен быть применен. Найти нам сначала все корневые элементы. Мы видим здесь обрамление страницы. Но мы видим специальную инструкцию, которая называется Apply Templates. XSL Template Templates. То есть применить сюда все прочие шаблоны, которые не соответствуют тому, что мы нашли. То есть идея заключается в том, что мы говорим критерий. Найди нам элемент, который нас удовлетворяет. И для контекста этого элемента мы найдем здесь корневой элемент. Корневой элемент, то есть languages. Для него мы говорим, найди нам шаблоны, которые удовлетворяют этому критерию. Значит, далее. Корневой элемент languages. Ну, правильнее сказать, запрос был. Найди нам все, что есть в принципе. И теперь подходящий элемент. Это элемент languages. Он только один. Он у нас пользуется как корневой. Никаких других элементов разметки здесь не выводится. Единственное, что мы здесь делаем, мы говорим Apply Templates. То есть применить прочие шаблоны. Прочие шаблоны выглядят следующим образом. Шаблон language, шаблон name. Например, рассмотрим шаблон name. Что такое шаблон name? Если текущий элемент называется name, то есть под это условие у нас попадает следующий элемент. Name, name, name. То в этом случае нам надо взять тот текст, который находится внутри них. Внутри них мы можем получить значение при помощи вот такой инструкции. То есть мы хотим сделать жирным название этого элемента, который находится внутри name. То есть делаем выборку для текущего элемента. Мы находимся в контексте элемента name. Получить его текст. То есть select точка говорит получить текущий текст. Этот текст у нас будет поставлен вместо инструкции value of. И мы его поставим в качестве того, куда применяется шаблон name. Но напоминаю, что мы вообще-то спустились пока еще только внутрь элемента address. И пока мы можем сказать о том, что элемент name это тот самый шаблон, который напечатает этот текст с постановкой имени языка. Но это один из конечных, то есть финальных. То есть он будет применен только в том случае, если мы найдем элемент name. В то же время мы смотрим, а что у нас может быть найдено внутри элементов language. Мы можем найти только language. Значит, если мы применяем шаблон, который представлен на этом слайде, то есть внутри контекста language, то есть применить прочие шаблоны, то есть единственный вариант шаблон, который может быть применен. Единственный вариант шаблона, который может быть применен, это шаблон language. Внутри языка мы говорим найти нам номер этого языка, номер технологии, который у нас есть в его идентификаторе, и применить поиск всех прочих шаблонов. То есть, находясь внутри language, мы ищем прочий шаблон. И элемент name это один из тех элементов, который вложен внутри language, и он может быть найден как раз таки вот этим запросом в матч на применение шаблонов в этой вставке. Кроме того, нам нужен год. Также год мы найдем, когда применим его в контексте language. Для года нам нужно также извлечь содержимое, ну и в данном случае мы просто сделаем прочеркнутый. Кроме того, нам нужен возраст технологии. Это тоже один из финальных шаблонов. То есть, мы можем только извлечь его самого. Ну, элементы разметки, которые мы здесь используем, мы видим, что являются устаревшими. То есть, это не есть ограничение технологии XSL, это ограничение того примера, который я сейчас показываю. Итого, что мы имели? У нас были шаблоны, которые мы применяли через Apply. У нас есть шаблон найти все элементы разметки languages, то есть, элементы корневые. Найти все языки, которые вложены внутри languages. И далее мы используем шаблон на выборку тех элементов, которые вложены внутри languages. То есть, шаблон у нас без жесткой заданной структуры. То есть, в этом случае мы будем последовательно перебирать все шаблоны, которые соответствуют исходному документу. То есть, идея заключается в том, что на каждый новый элемент мы запускаем Apply Templates, и Apply Templates последовательно перебирает под данный элемент все шаблоны, которые могут подпасть. То есть, эта схема поиска исключительно последовательна. Для каждого элемента внутри его контекста мы перебираем все прочие шаблоны. То есть, именно поэтому технология называется без жесткого шаблона. Если мы хотим убрать вот это безобразие, а это безобразие у нас встречалось через элемент C-Data, в этом случае мы должны сделать шаблон для поглощения. То есть, Match C-Data, элемент, который находит соответствующую вставку C-Data, но при этом не делает абсолютно ничего. То есть, это особенность этой технологии. мы можем вообще-то создавать узлы HTML как результат выполнения. то есть, если мы хотим писать, мы можем использовать схему, в которой используется ну, допустим, вот такая схема. То есть, если мы применяем что-то подобное, то в этом случае элементы разметки HTML мы вписываем в явный вид. Но дело в том, что мы можем захотеть списывать их более сложным образом, то есть, например, прописывать какие-либо атрибуты как результат выполнения запроса. Ну и в этом случае мы можем создать элемент при помощи соответствующей инструкции XSL элемент с именем P, ну, то есть параграф, применить туда набор атрибутов, которые нам нужны. А атрибуты мы можем сгенерировать, например, при помощи такой инструкции AttributeSet, NamePy, Atters. Как атрибуты, содержащие имена, Title и OnClick. Ну и в данном случае мы делаем даже вставку на JavaScript. То есть, для XSL нет проблем сгенерировать любые элементы разметки с атрибутами. Любые элементы разметки в смысле XML. Кроме того, в XSL есть ветвление. То есть, если мы говорим о полноценном языке программирования, то, естественно, нам нужна возможность сделать выбор. То есть, не просто инструкция, применяющая по циклу, или подставить то, что мы нашли, а мы должны еще иметь возможность выбрать, то есть, версть разметки, которую применяем, если у нас что-то соответствует условию, иначе что-то не соответствующее условию. Здесь это выглядит как разметка XSL Choose when a device. То есть, естественно, эти элементы разметки должны соответствовать требованию разметки XML. Ну, потому что XSL базируется на XML, и язык запросов, язык преобразований, по сути, язык производный от XML, базируется на XML. Кроме того, у нас есть возможность вызвать некий шаблон как функцию. То есть, естественно, поскольку язык базируется на языке разметки, то достаточно нетрадиционная его форма. Мы можем вызывать шаблон, мы можем описать некий шаблон. Например, и этот шаблон. Мы можем указать, что этот шаблон имеет параметры. То есть, параметр первый, параметр второй. А, нет, у нас параметр один, здесь есть. ValueOf, указание параметра. И мы можем указать вызов этого шаблона при помощи такой инструкции. То есть, callTemplateName, withParamName, valueOf, select, такой-то. Параметр, который передано сюда. Значит, как пример, который мы рассмотрим как раз с этой функцией. Например, вызывающий шаблон. То есть, открываем XML-документ, имеющий такую схему преобразования, и мы видим, что документ исходный. Например, такая же, как в первом времени схема XML. Итог мы получили в таком виде. Ну и его схема преобразования, она выглядит примерно следующим образом. То есть, опять, мы делаем проход по элементам корневым, мы ищем соответствующие шаблоны, но шаблоны мы дальше вызываем на найденный элемент, то есть, выборка через элемент, после чего мы активируем ровно те шаблоны, которые нам нужны через вызов как функции. То есть, несмотря на то, что XSL достаточно специфический язык, мы можем пользоваться им как полноценным языком программирования. Проверка простых условий выглядит следующим образом, как XSL-IF. То есть, опять инструкция пространства имен XSL, в которой мы пишем, что пора тестировать, что данное выражение у нас, ну, здесь несколько ограничено языком разметки, именно поэтому узнанки меньше-больше мы заменяем на спецразменку LaterRator. Кроме того, внутрь XSL-преобразования мы можем вставлять другие преобразования. Допустим, есть у нас вот такой пример XML-документа. Так, у нас есть документ, выбираю, чтобы не мешались нам из примера, XML-документ следующего вида, то есть, операнды, операнд, имеющий имя, добавить, и символ плюс. Причем, есть два операнда, один и два. Смотрим, как отреагирует браузер, когда мы попросим его преобразовать это подобным образом. Как видим, браузер отреагировал очень просто. Он написал один плюс два равно три. Значит, а исходный документ, исходный документ мы получили здесь как результат преобразования. Браузер уже нам не хочет это доказывать. Значит, придется смотреть наш документ. Исходный документ выглядел следующим образом. То есть, это был обычный XML-документ, который браузер как-то преобразовал. Что мы здесь видим? Мы видим, что внутри этого документа стоит ссылка на include.xsl. Include.xsl выглядит следующим образом. Он говорит, подключить еще одну инструкцию через include, которая называется... которая ссылается на xsl.math.include, и применить к корневому элементу, ко всем элементам, которые находятся в корне. Все остальные шаблоны, ну, предполагается, что эти все остальные шаблоны у нас находятся внутри math-include. Смотрим math-include. Внутри math-include у нас есть инструкция для преобразования, которая выглядит следующим образом. Найти шаблон, который соответствует символу. Оперант, имеющий внутри атрибут символ со значением плюс. Вот он. Найти нам. Здесь у нас представлен запрос экспорт. Оперант, ну, то есть имя элемента разметки. Имя элемента разметки. Вот он. Имеющий атрибут символ со значением плюс. В нашем xml документе есть только один такой документ. И внутри один такой элемент. Внутри этого элемента у нас есть два элемента операнты со значениями 1 и 2. Теперь, что мы здесь видим? Что результатом преобразования подставить оперант с индексом 1, подставить значение атрибута внутри элемента оп, подставить второе значение. Ну и функция, которая здесь выполняется, просто сложить. Причем мы видим, что вот это значение никак не используется. Мы используем стандартную функцию для экспорт сложить все операнты. сложить все операнты. В данном случае мы видим, мы видим это как вот такую последовательность. То есть, ну и в итоге браузер нам выдал оперант первый, значение этого атрибута и результат сложения этих оперантов. Кроме того, что мы здесь можем отметить? Что когда мы вставляем инструкцию import, мы на самом деле переопределяем то, что у нас идет дальше. Значит, как это выглядит? Секунду. Рассмотрим более сложный пример. Более сложный пример содержит два XML-документа. То есть, XML-документы у нас в данном случае одинаковые, а различие только одно. Мы включаем в них разные схемы преобразования. В один из них импорт Excel, во второй Excel один. Теперь смотрим. Смотрим сначала, как выглядит результат. То есть, это у нас восьмое XML. Сначала мы включим импорт XML. Импорт XML вот этот. Что мы получили в итоге? Мы получили совсем не тот XML-объект, который у нас был в оригинале. То есть, в оригинале мы имели такой XML-объект, XML-документ. То есть, операторы. Оператор сложить, оператор вычесть, и оператор перемножить. То есть, мы видим, что внутри каждого оператора есть символьное имя, атрибут, который называется name, и символьное его имя, а также атрибут, который называется символ, и содержит математический символ, соответствующий этому оператору. Кроме того, у нас есть операторы внутри каждого из них. Ну, соответственно, 1, 2 для каждого из них. Ну, и теперь посмотрим, что у нас выдано. А выдано у нас следующее. У нас выдано 1, 2 равно строковое. Второе. 1, минус 2 равно минус 1 математическое. Ну, как результат видимости склеили 1 и 2. То есть, 1 плюс 2 у нас получилось как строковый склейк. Вторая операция математическая, третья операция строковая. Значит, как это работает, и почему оно работает? Напоминаю, что XML, документ, выглядит таким образом. Сначала мы рассматриваем документ, в который у нас подключается import.xsl. Смотрим. Import.xsl. Что содержит в себе import.xsl? Import.xsl содержит включение в себя mat.xsl и string.xsl. После чего ищем шаблон операнда, подставляем первый, подставляем символ, подставляем второй оперант и применяем все то, что относится к контексту текущего шаблона. То есть, включаем здесь инструкции, которые подключены через import для math.xsl. Теперь, смотрим. Первым у нас подключается math.xsl. math.xsl содержит следующий шаблон. Шаблон для элемента, у которого есть имя оперант, и у которого есть атрибут символ, равный плюс. То же самое минус, то же самое умножить. Это математические операции. И для всех для них мы делаем либо сложить элементы, либо взять первый элемент. То есть, мы преобразуем значение этого операмента в число при помощи number, вычитаем из него второе число и поставляем значение. Здесь то же самое умножение. То есть, математические операции у нас работают в том случае, если мы по атрибуту символ нашли соответствующие шаблоны, то есть, оператор, у которого есть атрибут символ, у которого есть соответствующие значения. В этом случае применяется данные шаблоны и подписывается, что они математические, то есть, это математические операции. Мы получили 1 плюс 2 строковая, 1 минус 2 математическая и следующая у нас строковая. Значит, единственное, что мы смогли применить как математическую операцию, это вторая операция. То есть только для нее у нас применился результат вычитания первого, второго из первого. Смотрим стрим. В случае стрим проверка идет по строковому атрибуту. То есть если есть атрибут названием name, если у него значение add либо mal, то в этом случае применить строковый шаблон. Шаблон мы применяли в единственном месте. То есть все шаблоны применялись в такой инструкции xss, apply, impulse. То есть как работала схема. Сначала был поиск всех шаблонов, которые были подключены последними. Последними у нас были подключены строковые и, соответственно, первые и последние операции, то есть склеить и умножить, у нас получились как операции, которые объявлены вот здесь. То есть нашли мы их по name add и name mal. Но здесь отсутствует операция вычитания. Именно поэтому для операции, которая у нас отсутствует, поиск этого шаблона нашел, таки шаблон внутри математических операций. То есть еще раз, исходный документ, операторы, три оператора с операторами, вставка xsl преобразования, вот она. В xsl преобразование сначала подключение математические, потом строковое. И применили все шаблоны ко всем элементам оператора. Все, что мы здесь не нашли, применили к остальным шаблонам, которые вообще есть. Ну, в контексте текущего оператора. Совсем иначе браузер будет себя ввести, если мы подключаем xml import1. То есть, смотрите, сейчас у нас строковое, математическое, строковое. Подключаем. И теперь мы имеем математическое, математическое, математическое. Вопрос, почему так произошло. Документы у нас отличались только тем, что мы подключали разные xsl и преобразования. Как выглядит import1? Например, import1 в сравнении с import.ssl отличается только порядком импорта. То есть, в первом случае мы подключали сначала math, потом string, и у нас с текущими шаблонами были string. А во втором случае мы поменяли их местами. То есть, теперь на любой шаблон сначала применяется шаблон из math, и в шаблоне math у нас заданы все три шаблона для всех типов операций. Именно поэтому, когда у нас вторым включен математический шаблон, мы получили результаты чисто математических операций. А строковых у нас здесь уже нет. Строковые у нас были в предыдущем случае, но здесь у нас их теперь нет. Что мы можем делать еще? Мы можем, например, при помощи xslt отсортировать определенный элемент. Есть соответствующая инструкция, которая называется sort. То есть, мы можем сделать выборку по условию тех элементов, которые нам нужны, после чего сказать, что в этом контексте для элементов внутри этого контекста выбрать значения и отсортировать их, например, по возрастанию. То есть, выглядит это следующим образом. Более того, пример даже более сложный. То есть, исходный xml-документ вот он, а результат, который мы получили, содержит таблицу отсортированную и тот же самый пример, который мы выдавали в начале. Ну, из того примера, как он выглядит. То есть, вот он xml и вот он xslt. То есть, таблица формируется очень просто. Она формируется при помощи soft. То есть, цикл, в рамках которого мы говорим, в каком порядке перебирать элементы и изымаем значения атрибутов, значения элементов, которые приписываем в данном случае как значения элементов ячейки таблицы. Кроме того, результатом выполнения xsl-переобразования мы можем генерировать текст. То есть, текст генерируется при помощи соответствующего элемента разметки текст xsl. То есть, помимо того, что у нас может быть строго в результате выполнения xml-документ, мы можем сделать, в общем-то, обычный текст без какой-либо разметки. То есть, этот пример нам демонстрировал копирование элементов из исходного элемента, из исходного xml-документа в обычный текст. Так, кроме того, есть возможность копировать узлы целиком. Почему и зачем нам такая возможность? Ну, напоминаю, что xsl предназначен для трансформации xml-документов. xml-документы состоят из определенных узлов. То есть, если мы говорим о трансформации одного xml-документа в другой xml-документ, это значит, что нам надо просто-напросто скопировать какие-то элементы, или не скопировать, нам надо преобразовать эти узлы. Но иногда задача сводится к тому, что нам надо взять без изменений те узлы xml, которые есть в исходном документе, и переместить их в целевой документ. Сделать мы это можем при помощи xsl-copy, либо copy-off, и сделать select, что конкретно копировать. То есть, либо создать конкретные узлы, которые он скопирует, либо выбрать их при помощи x-pa-выражения. Дополнительно из xml-технологий есть технология, которая называется x-include. Что это такое? x-include — это возможность вставить инструкцию, причем обратите внимание, что x-include находится в пространстве имен x-include. То есть, это уже за пределами xsl. Смысл этих вставок заключается в том, что вы можете разметить xml-документы таким образом, чтобы вставлять, не вставлять точнее статически некие тексты, другие документы внутри них, а делать просто инструкцию, которая будет ссылаться на некоторый текст, или на некоторые файлы, на некоторые ресурсы. В данном случае мы хотим получить некую xml-разметку, которая содержит, ну, как мы видим, это вообще-то xhtml, или что-то похожее на xhtml. И в тело данной страницы нам нужно поставить разметку, содержащую лицензионное соглашение. То есть, мы могли бы, например, вставить это сюда текстом, но дело в том, что лучше бы, если нам нужно вставлять некий текст или некие повторяющиеся фрагменты в разные документы, сделать это таким образом, чтобы просто ссылаться на единственный общий фрагмент. Ну, и в данном случае мы делаем вставку на license.txt, то есть текстовый файл, который находится наружу. После того, как мы применим соответствующий xml-процессор, мы получим документ, в состав которого будет вставлен текст. То есть, вместо этой инструкции будет поставлен реальный текст или реальное содержимое этого xml-документа. Ну, напоминаю, что xml-технологии — это все же полноценные языки программирования, в рамках которых мы можем писать не только размер какой-то колонны, но и давать специнструкции, которые позволяют включать что-либо, выполнять преобразование, делать какие-либо активные действия. Сходной технологией, ну, не сходной, близкой технологией к xinclude является xlink. То есть, в случае xinclude мы вставляем некий фрагмент, который мы непосредственно указываем, а xlink, назначение xlink — это возможность сослаться на некоторые фрагменты. То есть, анкор, ну, элементы a, например, анкор для html, то есть активная ссылка, которая позволяет перейти на какой-то фрагмент какого-то документа. В данном случае мы можем использовать xlink для того, чтобы указать, что нам надо перейти на некоторый элемент, содержащий элемент с идентификатором сам hidden. xpointer — это еще один из языков идентификации фрагментов ресурсов, и одним из частных его разделов является xpath. То есть, что такое xpointer? xpointer — это возможность ссылаться на узлы документов, и вот как один из разделов мы видим здесь уже знакомый xpath, а прочее рассматривать мы сейчас не будем. То есть, возможность каким-либо образом идентифицировать отдельные узлы конкретного xml-документа. Если мы говорим об использовании xml, то возникает вопрос, а где срокно выполнять вот такие преобразования? То есть, xml прежде всего предназначен для трансляции данных, для обмена данных. То есть, xml предназначен для обмена данных. То есть, мы можем отправлять данные в формате xml, мы можем разбирать эти данные, мы можем упаковать в таком формате. Вопрос. Если мы хотим использовать xml для того, чтобы отображать на стороне браузера, где выполнять это преобразование? Современные браузеры, в принципе, браузеры типа Firefox, могут выполнять это преобразование сами. С другой стороны, некоторые браузеры это делать не могут. Ну, например, я не уверен, что сходу браузер Chrome поддерживает xSLT, без необходимости установки каких-либо расширений. То есть, какие плюсы и какие минусы у нас есть в одном и другом случае, в случае преобразования, это на стороне браузера. В этом случае минимизируется трафик. То есть, мы передаем только данные, только те данные, которые содержатся внутри xml. В этом случае мы можем разгрузить сервер, потому что сервер не занимается генерацией представлений. Он генерирует только xml данные и отправляет их на клиенты. Но качество недостатка — это вычислительная нагрузка на клиент, и не все браузеры поддерживают преобразование xSL. Если же мы делаем преобразование на стороне сервера, то в этом случае браузер уже получает готовую сформированную страницу. Мы абсолютно независимо от браузера можем управлять кому угодно, но, естественно, трафик растет. Естественно, у нас растет учислительная нагрузка на сервер. То есть, сервер сам должен выполнять соответствующий код. Если мы говорим о серверном преобразовании, то самый простой способ сделать это при помощи накагири. Если мы говорим о Rails-технологиях, о Ruby как таковом, для Ruby мы можем установить гем, который называется накагири, и накагири является партиером xml плюс xSLT процессор. То есть, как выглядит результат преобразования, но мы можем продемонстрировать это следующим образом. Мы можем взять документ, и мы можем просто-напросто выпустить, допустим, сейчас посмотрим сам файл. файл xml. Это пример с компакт-дисками. Теперь распечатаем схему преобразования. Посмотрим, как выглядит xSLT Ruby программа, и запустим эту Ruby программу. Значит, итог. Мы получили HTML-страничку без какого-либо форматирования, но это следствие того, что наше xSLT преобразование не позволяло это сделать. И теперь, если мы откроем это в браузере, то браузер сможет это отобразить. Потому что, в отличие от xml документа, семантика результата преобразования браузеру понятна. Браузер знает, что делать с элементами HTML, body, header2, table и прочее. Говоря об xml с OBD, что следует отметить? Почему xml с OBD были интересны? Дело все в том, что если мы передаем данные в формате xml, то интересно оперировать с этими данными без их преобразования. Очевидно, акцент на то, что нам не нужно тратить время на лишнее преобразование. По поводу xml с OBD надо отметить следующий момент. Объектом хранения для них становится xml документ целиком. Они не раскладывают этот xml документ на отдельные поля, они хранят его как документ. Языком запросов для таких с OBD, естественно, является xpath, либо xclary, то есть возможность либо получить узлы, либо результат преобразования xml документа во что-то другое, в зависимости от того, что мы хотим. В этих схемах, в этих с OBD, как правило, отсутствует строгая схема данных, чем они были и интересны. В какой-то степени это было развитие облигнуть с OBD. Результат может быть в форме xml, результат может содержать документы, плюс мы можем при помощи xpath или xquary запроса сделать сквозной запрос, который вытащит нам данные из множества документов. То есть обычным xpath запросам, если мы говорим об xpath, то мы извлекаем элементы текущего документа, но если мы говорим об xml с OBD, у нас есть множество загруженных xml документов, и таким образом мы можем извлечь, например, все узлы во всех xml документах. То есть в этом смысле xml с OBD они очень удобны. В нынешней жизни сейчас можно сказать, что они используются крайне редко, и используются они крайне редко в силу того, что основным обменным форматом сейчас стал формат JSON. И для обменного формата JSON пример, который сделан абсолютно такой же схем, как с xml с OBD, это с OBD MongoDB, который работает с объектами уже, с документами в формате JSON, а не xml документами. Но по большому счету разницы, кого и нет, то есть также нужен язык путевых запросов. В случае MongoDB используется язык, который базируется на JSON, но переделать, например, для того, чтобы она могла отображать это в xpath, проблем технически нет никаких, потому что схема работы с данными очень и очень похожа. Такая же иерархическая структура, такие же узлы, такие же значения. Ну, терминологически они называются несколько другого. То есть в этом смысле у xml даже несколько более универсальна. В этом смысле что следует отметить? Что на данный момент среди коммерческих СУБД, к примеру, одна из коммерческих СУБД это IBM, IMS. Это достаточно древняя уже на данный момент технология, технология, которая пришла к нам в 70-х, иерархическая СУБД, которая получила вторую жизнь, когда появился формат xml. То есть возможность хранить иерархические данные и возможность естественным образом к ним адресоваться. Но в то же время есть и СУБД с открытым исходным кодом, которых я упоминал в начале лекции, которые можно использовать. В рамках рекомендованной литературы естественно рекомендую в простом сжатом изложении методичка коллег с соседней кафедры. Кроме того, вы можете посмотреть рекомендации в 3C, вы можете посмотреть в 3S. И по xml.субд материалы, достаточно много материалов доступно по СУБД седу. Несмотря на то, что она не является популярной и будущее ее под вопросом, она может быть интересна с точки зрения принципов построения xml с СУБД и принципов садресации внутри элементов, внутри СУБД как таковы. На этом наша лекция закончена. спасибо за внимание. Продолжение следует...